Сегодня в Новгородском музее-заповеднике стартовал всероссийский проект «Александр Невский. Великий северный путь». Научные конференции, выставки будут посвящены легендарной личности в нашей истории. Историки и музейные работники представят уникальные экспонаты и архивные документы. Самым ярким событием сегодня стало театрализованное открытие выставки «Александр Невский. Легенда о воине». Она разместилась в главном здании Новгородского музея-заповедника. Крест этот экспонировался один раз в Эрмитаже. Новгородцы его никогда ранее не видели. И здесь в Среднике изображен рядом с распятием, с предстоящими. Один из предстоящих – это Александр Невский. Вот он здесь справа. Изображение полководца не случайно появилось на изделии. Он был покровителем всей династии Романовых, начиная с Петра I. Резьба по перламутру выполнена мастером из Палестины, а серебряный оклад – дело рук русского мастера. Для того, чтобы выставка состоялась, объединились музеи из Москвы, Петербурга, Владимира и Суздаля. Мы хотим и исследовать, и показать, как нужен был Александр Невский, его образ в разные века истории России. В первую очередь Александр Невский – это, конечно, великий полководец. За время своего правления он не потерпел ни одного поражения на поле боя. Впервые за семь столетий наконечники стрел, оружие времен северных походов князя, наконец вернулись на свою историческую родину. Эти находки были сделаны на территории Выборгского замка в 70-80-х годах в ходе масштабных археологических расколов. И эти наконечники арбалетных стрел – свидетели многостолетнего противостояния Новгорода и Швеции за колонизацию и контроль Карельской земли. Еще множество экспонатов новгородцы увидят впервые. Главная идея выставки – показать, как на протяжении столетий формировался образ полководца, постепенно приобретая легендарные черты. Образ Александра Невского вдохновлял красноармейцев на протяжении всей Великой Отечественной войны. Время было тяжелое, но тем не менее даже в этот период печатались книги о полководце. Они должны были напомнить о подвигах и мужестве предка. Жизнь великого князя нашла отражение и в литературе, и в кинематографе, и в искусстве. Историки до сих пор изучают его личность и вклад в историю. Директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов в рамках открытия выставки прочитал для новгородцев лекцию «Торопецкая икона Богоматери» и «Историческая память об Александре Невском». Анна Вихрова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.